Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Каждая игра как решающая. Наверное, это действует на ребят. Потом, когда забиваются мячи, ребята успокаиваются и играют. Все-таки я думаю, что психология – это самое главное для футболистов. Первый мяч Крылья Советов забили уже на 13-й минуте. Как всегда, в этом сезоне поворотом с убойной позицией не промахнулся бомбардир команды Сергей Корнеленко. Это уже его шестой мяч в этом сезоне. А спустя две минуты у Балтийцев сдали нервы и за неспортивное поведение удалили Синина Сибаи. Главный тренер Балтики в комментариях был краток. Командири говорят только хорошо или вообще не говорят. Я скажу. Поздравляю Крылья Советов с победой. Во второй раз оборона Балтики дала пробоину. Во втором тайме на 58-й минуте 2-0 на табло зажег Алан Чочиев. А спустя 7 минут третий мяч головой забил после штрафного Сергей Самодин. Это его шестое очко в этом чемпионате страны. Игра была просто такая напряженная, особенно первые минуты. Ну и конечно удаление сыграло свою роль. И у нас есть уже плачевный опыт игры в большинстве. Поэтому сделали правильные выводы и довели игру до логического завершения. 3-0 убедительная победа Крыльев Советов. На каждой домашней игре за успехами клуба следит главный болельщик Самарский губернатор. Следующий матч чемпионата «Аветра» проведут в гостях у Красноярского Енисея. Это главный конкурент в борьбе за первое место. Сейчас у клубов одинаковое количество очков и они возглавляют турнирную таблицу. До принципиального матча в Сибири Советы сыграют в одной 16-й финала Кубка России. На «Металлург» приедет в четверг московский «Локомотив» из Премьер-лиги. Начало в 19.30. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!